Почему ты решил изучать русский язык? Потому что я больной человек. Зарплата преподавателя в Канаде в несколько раз выше зарплаты преподавателя в России. В России сейчас я живу, а там ты просто выживаешь. Как ты адаптировался к менталитету? Это экзотика для нас. Очень красивая романтическая история. Наша женщина, конечно, умеет сводить с ума мужчин. Это неприятно. Хорошо там, где мы есть. Это проект «Мы и они на выставке», и я его автор Мария Шахова. Сегодня мы с вами находимся в павильоне «Атом», который рассказывает об истории атомной промышленности в нашей стране. Россия — это страна возможностей. Вот главный девиз выставки на ВДНХ. Именно с этой мыслью сегодняшний наш герой переехал из Канады в Россию. Почему? Расскажет он сам. Жан-Николя Нале, Канада. Ник планировал переезд в нашу страну целых 10 лет. Все это время его русская жена настаивала на жизни в Канаде. Однако 8 лет назад его мечта все-таки осуществилась. Переехав в Россию, Ник успел поработать преподавателем в Калининграде, открыть, а потом закрыть бизнес в Сочи, перебраться в Москву и ни разу не пожалеть о своем решении. Ведь для Ника Россия — это страна возможностей, комфортной медицины и развитого общественного транспорта. Жан-Николя, у тебя очень красивое французское имя, но я знаю, что здесь, в России, ты очень часто представляешься коротким именем Ник. Коля или Николай бывает, или просто Ник. Дядя Коля? Ну, дядя Коля, да, мои студенты иногда, да, вот так. Ник, ты живешь в России уже 8 лет? Да. Причем изначально ты стал изучать русский язык, познакомился со своей женой. Она настояла на том, чтобы уехать жить в Канаду. Хочу начать с самого начала. Почему ты решил изучать русский язык? Потому что я больной человек, да? Нет, мне не сказали много раз об этом. Просто я изучал вот международное развитие, отношения, дипломатия, и было важно изучать язык. Но я всегда любил Россию, русскую историю. И для нас на Западе, да, Россия, бывшая СССР, ну, это экзотика для нас. И мои одноклассники, они были из Болгарии, и они говорили по-русски. Поэтому я решил изучать русский язык. Дальше, когда у нас был отпуск в университете, я решил вот ехать в Россию. И так, когда я вот познакомился с будущей женой, первый раз я был в России, а потом она в Канаду, вот, и так далее, несколько раз. И просто она решила потом приехать в Канаду. Я все хотел наоборот, но она не хотела ждать. Поэтому вот, ну, такая вот очень красивая романтическая история. Наша женщина, конечно, умеет сводить с ума мужчин. А что тебя не устраивало в Канаде? Ну, как везде, да, свои проблемы, свои плюсы. В Канаде, что могу сказать? Где я родился 38 лет назад, и как страна сейчас, ну, это вот две разные вещи. Просто вот перспективов все равно нет. А тогда и сейчас. Потому что если ты молодой в Канаде, например, устроить хорошую работу, это очень тяжело. Я не скажу, что Канада плохая страна, просто там хорошо жить. Просто надо много заработать. Поэтому в России сейчас я живу, а там, ну, ты просто выживаешь. А когда ты ехал сюда в первый раз, у тебя были какие-то представления о России? Ну, может, какие-то стереотипы? И что вообще в Канаде знают о России? Ну, как в Америке, да. Такие стереотипы, как сыпьет водку, медведи на улицу, а идут, да, или волки. Ну, неприятные, тупые, ну, вот стереотипы. Интересно, что ну, в Канаде очень много живет русских. Очень много, да. И по-прежнему в Канаде есть стереотипы, что у нас медведи ходят по улицам? К сожалению, да. И первый раз, когда я приехал сюда, ну, опять это совет, надо смотреть для себя. Потому что я сразу понял, что, ну, в России похоже, как, ну, в Америке или в Канаде. Здесь можно жить, как там. Да, если ты идешь гулять, например, на улицу, да, ты будешь жить. Не будет медведь или волк, который будет наполнять тебя. Когда ты только переехал, твои друзья наверняка звонили тебе, спрашивали, Ник, ну, что там, ну, расскажи, что ты им рассказывал? Особенно в Сочи, да, когда я им показал, что там палмы и море, и можно купаться, и в том числе зимой. Они были, нет, это не Россия, это невозможно, это, ну, это другая страна, не знаю, Турция, Египет. Для них было очень тяжело понять, что вот в России разные климати, например. А зимы в Канаде вообще очень холодные? Очень, да. Похожи на нашу Сибирь? Потому что у нас там много озер, да, везде, и это очень влажно. Ну, как в Сочи похожи. Поэтому зимой, когда минус 15-20, ну, ощущается, как минус 40-35, это неприятно. Я могу сказать, что в Москве, да, об этом намного лучше. Ник, мы с тобой находимся в павильоне «Атом». И перед нами экспозиция, которая называется «Атомград». «Атомград». Это макет, ну, не существующего города, а как бы собирательный образ всех городов, которые присутствуют на территории, где находится «Росатом». Приоритетом «Росатома», конечно же, являются люди, которые работают на предприятиях. Это огромная компания, которая дает большое количество рабочих мест. И я хотела бы с тобой в этом ключе поговорить непосредственно о работе. Насколько я понимаю, в Канаде у тебя не получилось устроиться на работу твоей мечты? Конечно, да. Затем переехал в Россию, ты стал преподавателем. И опять же, насколько мне известно, это тоже не была работа твоей мечты. Зарплата преподавателя в Канаде в несколько раз выше зарплаты преподавателя в России, ну, объективно. Ну, опять, да, надо все считать. Это до налогов надо всегда платить. Поэтому, например, если у тебя зарплата 60 тысяч канадских долларов за год, да, но надо платить налоги. А какие налоги в Канаде? Ну, в Кебеке, например, 8 лет назад, но до 50%. Поэтому, в конце концов, у тебя будет только, может быть, 25-30 тысяч, а в Канаде это очень много. Мало денег, потому что стоимость жизни очень высокая, и там, ну, все долго, например. Я помню, 10 лет назад тариф на телефон, да, на смартфон, но на рубли тогда было, вот, 6 тысяч рублей в месяц. Ты представляешь еду и все, ну, остальные продукты, да, поэтому, да, 60 тысяч канадских долларов, это вот, низкая запорта. Очень часто гости моей программы говорят, ну, в России низкие налоги всего лишь 13%, на что люди всегда говорят, какие 13%? Давайте будем честными, работодатель платит 46%. Ага. А, насколько я понимаю, что такое 46%? Это 13% налог, остальное, это пенсионные взносы, социальные взносы, то есть это взносы, за счет которых мы можем посещать поликлинику бесплатно, можем бесплатно вызывать скорую, бабушки наши, дети наши могут, соответственно, бесплатно также посещать врачей, ну, и много разных других бесплатных преференций. А в Канаде, вот ты говоришь, 50%, а может быть, даже 60%, и плюсом к этому идет медицинская страховка? Нет, нет, это уже все вместе? Да, все вместе. По поводу налогов, ну, у нас 50%, например, пусть будет 50%, а у вас здесь, ты сказала, 45-46%. Вот сейчас чуть меньше, там в районе 43%, но это включая уже и пенсионный фонд, и, соответственно, медицинскую страховку. Ну, это работодатель, да? Да, платит за сотрудник. Ну, а почему 13%? Ну, это только если... 13% это общий налог? Ну, условно, если ты, например, положил деньги на депозит, ну, например, и получил с этого доход, ты плачешь 13%. Да, да, да. Процент, насколько мне известно, налога с доходов в Канаде, он разный, чем человек богаче, соответственно, тем налог выше, но минимальный он все равно 25%. Да, поэтому в Канаде лучше получит меньше, чем больше. Ник, я думаю, для тебя не секрет, что любое дело в мире это, конечно, про людей. Но вот так и здесь мы находимся в зале, где представлены обычные люди, которые живут в городах, где существует Росатом. Вот как раз-таки те города, которые мы с тобой видели на макете. Я знаю, что в Канаде очень высокое пособие по безработице. И оно настолько высокое, что если посмотреть среднемесячную зарплату, например, официанта, то окажется, что пособие по безработице чуть ли не в два раза выше. Пользуются ли этим сами канадцы? Ну, то есть, может, они и не хотят работать? Это хороший вопрос, потому что, опять, 80 лет назад было не так. А сейчас, видимо, особенно после ковида, люди остаются дома, получат деньги от государства и, ну, типа, ничего делать, да. Но опять ценки такие, что надо платить за это, это долг, дефицит. Например, если ты хочешь купить молоко или мясо, или все равно что надо производить, а если ты дома, ты ничего не делаешь и просто получаешь деньги от государства, но опять государство где оно получает вот эти деньги. Ну, вот это хороший вопрос. Еще одна заметная, по крайней мере, проблема, как мне кажется, в том, что Канада недавно заявила, что будет принимать у себя не менее полумиллиона беженцев в год. Ну, опять, это, скорее всего, канадская душа. Мы очень открытые люди и вот мы всегда готовы помочь. Да, окей, ну, пожалуйста, заедите к нам. Но опять, вот, все такие политики, надо думать об этом. Да, что будет сегодня, а что будет дальше. Но есть, например, одно из мнений, что это, как бы, привлечение рабочей силы. Ну, да, технически, тогда у меня вопрос, а что, в Канаде нехватка рабочей силы, потому что популяция падает, или что? Все наоборот, у нас достаточно. Если мы говорим просто о работе, ну, почему тогда много канадцев, они без работы? Если надо, вот, открыть границу, и, ну, заедите к нам работать, ну, опять вот, это непонятно. Поэтому эта странная политика, не только в Канаде, в Европе тоже, в Америке, кстати, в России, например, да, наша экономика, это что, ресурсы, услуги, но в России у вас есть производство, у нас, но меньше, 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 практически больше нет. Я думаю, что это просто вот, чтобы разделиться люди, и уничтожить, ну, канадскую культуру, например, язык, я бы там, это очень плохо, потому что, ну, как ты сказала, например, да, в этом году, если у нас, ну, если 300 тысяч вот мигрантов, а следующий год, сколько, а через 5 лет, сколько, а дальше, что будет, и это не новый процесс. Уже много-много лет канадское правительство, вот, это сделала, и, конечно, ну, когда ты смотришь на Канаду сейчас, ну, а что такое канадец, как человек, ну, тяжело понять. Кто это? А кто это? Кто? Ну, вот, все смешно. Для меня канадец сегодня, это скорее такое, американец, что-то очень близкое. Ну, опять с миграцией, да, а дальше будет еще вот смешнее, да, а... Будет, как во Франции, много темнокожих, и все французы? Например, да, а что будет канадская культура? Ну, вот, это хороший вопрос. Но, опять, это проблема, это вот, везде на Западе, не только в Канаде. Просто в Канаде, да, видимо, мы любим все, поэтому, да, ну, вот такая политика, и, конечно, я за, но я тоже против. А в Канаде сложно устроиться вообще на работу, вот по твоему опыту? На хорошую работу, да, потому что, вот, рабочий рынок, да, очень маленький, это не как в Америке, ну, в Америке 315 что-то миллионов, да, населения, в Канаде, но уже вот 40 миллионов. Большая страна, но население очень маленькое. Просто найти хорошую работу, как врач или айтишник, будет большая очередь. Ты не будешь один. Ну, например, будет одно приложение на работу, да, и будет, ну, тысячи, или десять тысяч, ну, людей, которые, ну, хотят эту работу. Поэтому, как, ну, ты можешь, вот, показать, что я лучше, чем вот, этот человек. Поэтому в Канаде, это, это не редко, что у человека будет несколько работ. Одна работа, две, три работы, потому что, во все равно, в конце концов, надо покушать, надо платить все свои, вот, комбинальки, аренду, и так далее. У тебя достаточно интересная география перемещений по России. Сначала ты приехал в Москву, потом переехал жить в Калининград, оттуда снова в Москву, потом в Сочи, где ты остался надолго, и потом обратно в Москву. Почему вообще такая география, и расскажи, как ты адаптировался к менталитету российскому? Ну, в начале, все просто, процесс эмиграции, да, я все начинал здесь, в Москве, и моя жена не хотела жить в Москве. Мы решили выбрать Калининград, потому что, не, потому что это рядом с Европой, просто там климат был очень тяжелый для нас, и это поэтому мы решили переехать в Сочи. Я понимаю, что в каждой стране есть разница между людьми, живущими на севере, и людьми, живущими на юге. Те, кто южнее, они обычно более открыты, общительны, но у меня возникает ощущение, что в нашей стране не просто разница в какой-то открытости, у нас еще и тотальная разница в менталитете, потому что Сочи, это все-таки Кавказ. Да. Расскажи, как ты чувствуешь эту разницу между людьми в России и в разных регионах. И для меня вначале было, ну, типа, забавно, потому что у меня свой акцент на русском языке, это свой шам, это хорошо, будет всегда со мной, но у них там тоже, да, свой акцент, поэтому для меня было легко их понять. В Москве, конечно, люди, в общем, они более, ну, образованы, и об этом для меня это не что-то легче, но мне нравится побольше. На юге, это, как у вас сейчас такое слово на русском языке, деревня, это не деревня, но это не мегаполис, как Москва, поэтому там все попроще. Например, надо делать что-то сегодня, нет, нет, можно подождать, давайте завтра, или следующий год, или когда-нибудь. Ритм другой тоже, там все медленно. Да, это хорошо, чтобы отдыхать, но жить постоянно так для меня, мне 5 лет это достаточно. Я могу сказать, что здесь намного легче общаться с людьми, чем на юге. Иностранец, что надо делать, как вот, инопланетянин, они боятся. А о чем спрашивали тебя чаще всего местные жители? Почему ты решил ехать сюда? Ну, ты знаешь, что у нас все плохо, а там все хорошо. Ну, у вас есть выражение на русском языке, да? Хорошо там, где нас нет. Об этом я не верю. Здесь очень хорошо, но надо желание, терпение, и надо работать, А в Канаде можно ничего не хотеть, ничего не делать, и что-то получить? Нет. Ну, да нет, наверное. Я никогда ничего не получил. Тогда было не так легко получить вот помощь от государства, а сейчас, скорее всего, да, все наоборот. Ника, ты можешь выделить вот какие-то принципиальные отличия между нами и канадцами? В Канаде нет, на Западе в общем нельзя показать, что у тебя все плохо. Поэтому, например, ну, как дела? Хорошо. Ты сразу понимаешь, что не так все хорошо, просто вот менталитет такой, а здесь об этом более открытый. А вот ты сказал о том, что нужно платить по счетам и нужно платить аренду. Вот у нас в России тебе обязательно нужно купить свое. Вот у русского должно быть свое жилье. Это очень важно. В Канаде такое есть? Практически все люди в России, которые я знаю, да, у них есть свое собственное жилье. И практически у всех это все оплачено. А в Канаде, да, такая же ситуация, но это не оплачено. Это ипотека, ну, 20-30-35 лет, например. Поэтому, да, это свое, но когда не оплачено, если завтра больше нет работы, увольняется, и ты не можешь вот оплатить сразу ипотеку, но ты все потеряешь. 8 лет назад, например, цена вот дома или квартиры в Канаде была, ну, на рубли сейчас было бы вот 50-60 миллионов рублей. Ну, а как мы можем вот оплатить это, да? Какая работа в Монреале? Ну, везде по Канаде. Легче арендовать, чем купить, потому что когда ты покупаешь дом или квартиру, ты понимаешь, что это надолго, это страшно, но все равно много людей все равно покупают, потому что надо так сделать. Ну, плюс-милл ситуация, как и у нас, получается. Да. В целом, получается, я думаю, в этом отношении мы с Канадой точно похожи. Потому что вот это опять такая культура, американская мечта. Надо идти, например, ходить в университет, изучать, получить диплом, а потом найти хорошую работу, хорошую зарплату, купить дом, поставить семью, дети. Ну, вот такая мечта. Я знаю, что недавно твой папа переехал жить в Сочи. Почему он принял такое решение? Я тоже был в шоке. Потому что ему практически 76 лет, он не говорит по-русски, но, видимо, он знает про Россию очень много. Обстановка в стране, в Канаде сейчас уже 50 лет, ему не нравится. А что это за обстановка? Общественные проблемы, например, экономика, развитие страны. И он понимает, что с пенсии, например, которая у него есть в Канаде, это недостаточно там жить. Поэтому для него в России намного выгоднее жить, в Канаде. Ну, конечно, интеграция тяжелая, но могу сказать, что у него сейчас много друзей, знакомых, потому что для них тоже очень интересно. И он всегда с телефоном, с переводчиком, и вот, он один сейчас в Сочи, сам по себе, он ходит по магазинам, здравствуйте, вот, мне нужно вот это, вот это. Нет, об этом он молодец. Очень часто люди в комментариях пишут, когда мы с кем-то из гостей разговариваем на тему пенсии и пенсионеров, люди очень часто пишут в комментариях о том, что на самом деле пенсионеры на Западе это очень богатые люди, которые путешествуют, которые могут себе позволить все, что угодно, потому что у них громадные пенсии, сейчас ты рассказываешь о своем отце, что-то нисходит. Пенсия у моего отца сейчас только государственная. Если у тебя частная пенсия, тогда, может быть, это другой вопрос. Но надо работать 30-60 лет в спальшую компанию, например, и получить это. Но если ты занимаешься бизнесом, тогда нет, тебе нужно отложить деньги на будущее. Но могу сказать, что раньше, 30-50 лет назад практически все было в такой режим. Но больше нет. Особенно, если ты молодой сейчас, чтобы получить хорошую пенсию, но не будет. Не будет. Лучше заработать много денег и отложить, но сколько можно, чем ожидать что-то от государства. Поэтому его пенсия в России на рубли, конечно, выгоднее, чем там. А там это копейки. Ник, вот мы с тобой разговариваем и ты рассказываешь, что с одной стороны в Канаде очень высокие зарплаты, но и налоги тоже высокие и цены на все высокие. И плюс-минус оно выходит на сегодняшний день чуть ли не меньше, чем в России. Но мне кажется, в нас настолько глубоко вбили информацию о том, что вот там на Западе лучше, что, честно говоря, достаточно сложно вообще поверить в то, что говорят герои моей программы. Ну, что могу сказать? Надо общаться с Тумией Запада, да, и если вы хотите точно узнать, почувствовать, как там, ну, надо ехать туда и жить несколько лет. И потом будет все понятно, что вот все такие стереотипы, что там американская мечта, все хорошо, у вас будет дом, как один дом, например. Нет, это не то. Мой друг из Канады в Сочи, он приехал сюда два года назад, но он живет там, в посолке недалеко от Сочи. И он был вот в Америке и в Канаде два месяца назад и семьей, да, четыре человека. Ну, простой обед, например, да, но фастфуд у вас тоже есть еще в России. 80 американских баксов, но на рубли сейчас это... Почти 8 тысяч. Ну, да, а за 8 тысяч рублей в Москве, ну, я думаю, что ты можешь очень хорошо покушать, да. И в Сочи можно неплохо поесть. Некоторые гости моего проекта говорят о том, что их очень удивляет, что, с одной стороны, вроде налогов они платят много, но при этом каких-то изменений в городах не видят. Ну, то есть мусор не убирают, какие-то, не знаю, новые там автобусные остановки не строят. Как вообще с этим дела обстоят в Канаде? Похоже, как в Америке или в Европе, например. Опять, это управление денег, Да, ты платишь налоги, ну, опять, ты не точно понимаешь, куда они вот идут. Например, да, надо переделать дорогу, по телевизору или вот правительство они будут сказать, что, к сожалению, у нас нет денег. Окей, понятно, но окей, другой вопрос. Почему тогда мы платим столько налогов? Просто есть выражение, да, следить за деньгами, и, скорее всего, в конце концов, да, деньги, которые надо идти, например, на ремонт дорог. Ну, может быть, не все деньги туда идут, поэтому об этом... Куда идут? На мигрантов? Может быть. Это сказка такая. Тяжело понять, куда. Ник, ты ведь жил во многих городах Канады, и в Оттавии, и в Монреале, и в Торонто. Тебе есть с чем сравнивать? И в России жил ты в разных городах. Можно ли вообще сравнивать инфраструктуру российских городов с канадскими? Ну, в Канаде это Америка, Северная Америка. Это легко понять. Если у тебя нет автомобиля, ну, будет тяжело, если ты не в большом городе. Просто там все устроено для автомобилей, для машин. Но, если ты живешь в большом городе, да, там будет общественный транспорт, но это не так современный, как в Москве, например, и будет намного дороже тоже. В Москве, например, да, очень быстро, эффективно, недорого. И, ну, вот, я вожу свою машину тоже в Москве, но зимой нет, потому что я не вижу смысла, ты потратишь намного больше времени, чем на общественном транспорте. в Монреале, например, просто у тебя есть ощущение, что дальше будет хуже, но как деградация. А в Москве, например, практически каждый день, ну, вот, открывает станцию метро. А в Канаде, в Монреале, например, я помню, надо узнавать, сколько будет стоить, а потом, окей, посмотрим, если у нас достаточно денег. Нет, но будем подождать чуть-чуть. Ник, расскажи, пожалуйста, о системе здравоохранения в Канаде. Насколько я знаю, она чем-то похожа на нашу, ну, в том плане, что у вас не нужно покупать дополнительную медицинскую штрафовку, а уже в ежемесячных отчислениях заложена, соответственно, определенная сумма, за счет которой ты можешь бесплатно ходить ко врачам. Правильно я понимаю? Ну, да, это государственная медицина, ну, как в России, например. Ну, вот, записаться, это уже другой вопрос, потому что, если ты не прикреплен к поликлинику, там, тогда будет проблема, потому что, если нет, тогда, ну, может быть, они тебе скажут, что, ну, извините, сегодня все, ну, все люди уже записались, надо идти к... А долго ждать врача вообще? Зависит от ситуации, но, я помню свою жену, например, чтобы получить билет от доктора, чтобы покупать таблетки для беременности. Ну, это, да, очень тяжело, иногда можно, тебе нужно ждать две-три недели, чтобы записаться. Ну, если у тебя, у тебя свой врач, если ты прикреплена, прикреплена в поликлинику, ну, может быть, будет быстро, ну, день-два, дня-дри, зависит от загруженности. То есть, ты не просто прикрепляешься к поликлинике, ты к определенному врачу целой семьей прикрепляешься? Все равно, если у тебя есть врач, если это что-то серьезное. Ну, например, у моего отца был камень, ну, надо сдалять операцию. Ну, там очередь полтора года. Ну, что надо сдалять? Надо ждать эти очереди. Поэтому об этом в России, да, государственная система, я думаю, что очень хорошо работает. Ну, да, иногда выглядит не так современно, как в Канаде, понятно, окей, но все равно попасть к врачу очень быстро. Например, я, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы, если у меня есть гигит, например, или простуда, да, но я не сразу принимаю таблетки, просто окей, чай, может быть, с лимоном. А в России, ну, похоже, как в Канаде, когда ты болеешь, надо, ну, больше всего людей, они сразу вот принимают таблетки. Но в России люди не сразу идут к врачу, ты заметила, да? Да, а там, да, потому что опять это доверение, да, я думаю. Мне кажется, у нас есть вот эта вот наша русская авось, авось и так пройдет, там полежу, чай вон с малиной. Просто люди думают много, если у тебя простуда, например, но ты понимаешь, если тебе нужно идти к доктору, ну, будет вот столько времени, тебе нужно потратить, что лучше не туда идти. Ник, хочу поговорить с тобой о женщинах. Говорят, что русских женщин в Канаде видно сразу. Это правда? Да. Не только в Канаде есть. Почему? Женщинность, как они могут себе показывать. Ну, все равно на Западе в Канаде, да. Ну, 40-50 лет назад все равно, да, Марилен Монро, например, ну, вот это, что это женщинность. Надо показать красоту. А сегодня же, но меньше, 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 меньше. Поэтому в России об этом это еще более традиционно. И это поэтому везде русские женщины или девушки, но сразу видно, что они в России, потому что они следят за себя. В любой международный аэропорт, когда прилетаешь, где много рейсов на вылет, всегда видно, вот где русские сидят. А русские мужчины? Это такая же ситуация, как узнавать, что вот этот мужчина из России. А ты как считаешь? Видно у русских мужчин? Не, не всегда. Но они улыбаются, конечно. Вернемся к женщинам. Да, да, да. Ты можешь назвать какие-то принципиальные отличия между русской женщиной и женщиной из Канады? Ну, забота о себе или о семье тоже. Трудолюбивая. Она всегда готова помочь. Как могу сказать, да, есть хозяин дома, но она тоже как хозяйка. Ну, поэтому да, надо следить за ее. хорошо. Ну, я понимаю, ты сейчас женат на русской женщине, и до этого у тебя тоже были какие-то отношения с русскими. А ты можешь сказать, что ты понял суть русской женщины? Вот про что мы? Моя жена половинка канадка, половинка русская уже. Но она жила в Канаде 8 лет. Я бы сказал, вот забота о себе и о семье. Это не так, например, в Канаде, просто здесь вот это очень важно для них. Ну, как традиционное общество, да, семья это очень важно, а там больше нет. Вот как строится твоя семья здесь и что непривычно для канадского менталитета? Что мы хотим, да, ну, вот, дом или фракции, стабильная работа, ну, доход и семья. А что такое семья? Ну, вот, просто здесь это важнее, чем там. Если ты спрошишь, да, людьми на улице, хотите ли видеть детей, ну, будет, да, скорее всего, но больше больше нет, потому что вот карьера, например, работа, надо всегда работать, чтобы, ну, заработать, чтобы платить, чтобы, ну, вот, раньше об этом, ну, особенно на западе, было намного легче. Надо сделать выбор. Либо семья, либо карьера. Ну, здесь же получается делать это вместе. Да, да. А почему? Ну, что могу сказать, другая обстановка, например, что, ну, опять, СМИ, да, уже несколько лет, они, ну, напишут, что, например, что, если у тебя с детей, ну, типа, это плохо. Почему плохо? Ну, потому что... Типа, дети лишают тебя денег, наслаждения, удовольствия, жизни? Ну, финансовые вот пособия, стресс. И почему, например, тебе нужно детей, если без детей, но для тебя будет намного лучше. Ну, окей, время летит, пять лет, десять лет, а дальше ты понимаешь, ух, ну, это либо сейчас, либо никогда. Поэтому об этом ты понимаешь, что дальше, если у тебя нет детей, ну, может быть, ну, ты будешь один, и, например, ну, в конце жизни, если ты один, ну, неприятно, лучше с семьей. ты уже не первый гость в моей программе, который мне рассказывает о том, что в средствах массовой информации публикуются такие статьи. Правда? Да, да, да. И, насколько я себя понимаю, они направлены все-таки на женщин, чтобы женщина переставала быть женщиной, переставала хотеть рожать, выглядеть женственно, становилась более мужчиной, ну, и, соответственно, так, чтобы популяция постепенно уменьшалась. Я правильно понимаю? Ну, да, и это, ну, разделение, вот, общество, например, потому что, если ты одна, я один, ну, если мы вместе, у нас есть дети, семья, ну, мы намного сильнее, чем если мы одни, и, вот, такая политика, да, намного легче контролировать, вот, все массы, если они разделены, чем вместе. А, все мои друзья в Канаде, практически все, они не хотят детей. Просто тяжело найти, вот, девушку, которую, ну, будет готов, вот, этим заниматься. Удивительно, что я все больше общаюсь с людьми, которые родом с запада, в основном это мужчины, которые говорят, в конечном счете, про то, что мы хотим оставаться мужчинами, мы хотим, чтобы женщины оставались женщинами, что это так приятно, ну да, ну, это, природа, это нормально, я мужчина. Ник, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Да, я готов. три главных качества русской души. Чувство свободы, потому что, да, в России я чувствую, что вот, свобода есть. Что еще? Терпение. Терпение. И могу сказать, еще открытость, и, ну, доверение тоже. Да, первый взгляд, ну да, русские, они очень холодные. Но если ты можешь вот копать чуть-чуть этот лед или снег, ты понимаешь, что этот человек может стать твоим лучшим другом. И доверение тоже, потому что, если русский человек скажет, что я буду это сделать, но это как договор, и он будет это сделать. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Очередь. Скорее, 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 надо всегда спешить куда-то. И да, хорошо там, где нас нет. Но каждый раз я познакомлюсь с людьми. Вот первые вопросы. Почему здесь? Ну, много русских, это они, что они не любят свою страну, но типа они всегда плохо говорят о ней. А в Канаде, например, все наоборот. Нельзя говорить, ну, вот, плохо о стране. Что русскому нужно для счастья? Вода, хлеб и сон. Это шутка. Это чувство свободы. цель. Надо знать, узнать, куда идти. А тогда все получится. Вся эта страна возможность. Я всегда сказал об этом, мой отец тоже. И мой, свой опыт, да, в России. Могу сказать, что если ты хочешь, у тебя желание, терпение, все получится. ник, спасибо тебе большое за это интервью. Несмотря на то, что мы активно сегодня сравнивали две наши с тобой страны, и ты неоднократно говорил, но я думаю, главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Вот так, вот, правильное. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахва. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, мы все читаем. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВК, ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Субтитры сделал DimaTorzok